Привет всем! Дню знаний посвящается. Во-первых, если вы думаете, что сегодня не учебный день, то вы не все знаете. Сегодня, в воскресенье, по крайней мере в ряде школ, школьников вызвали на добровольно-принудительную линейку. Ну, скорее, принудительную, потому что уйти с нее после окончания можно было только с запиской от родителя, как в обычный учебный день. Вот что мне сын прислал по итогам. Я спрашиваю, как ваше 1 сентября? Ответ. Загнали человек 400 на площадку в парке и началось. Поздравление от директора, от пенсионеров, от ветеранов, от представителей власти. Все это в перемешку с гимном России, флагами России, девочками с флагами России. Наряды некоторых выступавших девочек заставили меня предположить, что тут велась охота на педофилов. Все это время 1 и 11 класс с их родителями должны были стоять смирно на, запиканно, жаре полтора часа. Даже я устал, а что чувствовали первоклашки, троеточие. У них был не праздник, а урок всем, что нужно терпеть, молчать и слушаться. Там было и продолжение, но нам с подругой хватило, так что мы ушли. Получается, что большинство школьников там осталось, и я им не завидую. Конец цитаты. Я в свою очередь 1 сентября отметил забегом на пятнашку. Надо же готовиться, у нас скоро Ярославль и Ростов на носу. Это я пропустить не могу, несмотря ни на какие разъезды. Белки так оголодали, что сами выходят на дорожки прямо к бегунам, просят что-нибудь им дать. Основную же часть этого каста я хочу посвятить совершенно улетному ролику. Кто-то из камрадов бросил, по ссылке перешел на канале Царьград ТВ, стрим от 30 августа на тему «Политики предложили отменить институт брака в России». Это было шоу, которому Жириновский мог позавидовать. В общем, началось все с какой-то статьи в «Комсомольской правде», где неизвестный мне до сих пор политик Никита Исаев сделал такой вброс, очень мягкий и очень поверхностный вброс, где так в сослагательном наклонении сказал, что давайте подумаем, нужен ли нам институт брака в таком виде, каком он есть, и не нужно ли на что-то его поменять, не пора ли его бросить. Причем не вдавался ни в анализ, ни в историю. Все обоснование было только на том, что больше половины разводятся. То есть большинству людей институт не подходит, он не работает. Ну, просто констатация факта. Я не понял, он действительно хотел хайпануться, всерьез запустить дискуссию или через него просто какая-то большая сила решила такой вброс сделать осторожный. Вероятно, какие-то силы все-таки мониторят и нашу с вами активность, в социальных сетях тоже. Получилось улетно. Первым гостем был Герман Стерлигов. И забегая вперед, на всю передачу он не остался, сбежал из студии. Я считаю, правильно сделал. Меня вот вообще нельзя отнести к фанатам Германа Стерлигова. Мне кажется, он, на мой вкус, он перегибает палку. Но он хотя бы говорит правильные и понятные вещи. Если с ним нужно было спорить, то спорить нужно было по сути. Видите? Ведущий же Владимир Карпов, который изображал этого самого дежурного по редакции, по-моему, продемонстрировал полное позорище и непрофессионализм. Мало того, что человек совершенно не готов к обсуждаемой теме, то есть вообще плавает в элементарных понятиях. Они со Стерлиговым говорили на разном языке, буквально на разном языке, как если бы один говорил на итальянском, а другой понимал только французский. Какие-то похожие слова звучат, но контакта нет. Мимо. Человек полный, законченный профан. Причем видно, что он не играет дурака, он действительно вот такой. Он не обладает никакими знаниями вообще в этой области. То есть его нельзя было допускать до этой передачи вообще. А во-вторых, как ведущий он тоже, в общем, проявил себя, мягко говоря, не лучшим образом. Мне кажется, это просто профнепригодность. Вообще неумение удержать вот эту струю передачи. Дать сказать гостю, который явно знал больше, чем этот ведущий, раз, наверное, в 50, если не в 500. Можно с ним не соглашаться, но у тебя нет знаний, чтобы с ним спорить. Правильнее было молчать и только междометия вставлять отдельные. Все и так поняли, что ты хочешь протовить конкретную мысль, конкретную позицию. Причем обоснования этой позиции, конечно, нет никакого вообще. Все на голом слове. Прям тянется ставить фразу «дети Фурсенко». Это вот оно самое. И когда Герману Стерлигову это надоело через какое-то количество препирательств, он просто встал и вышел из студии. Я считаю, правильно сделал. Единственное, мне кажется, это нужно было сделать более мирно и раньше. Мне кажется, с этими вот журналистами нужно придерживаться того же правила, что и в любом личностном общении. То есть три шага навстречу. Пытаешься первый раз сказать мысль, человек тебя перебивает, говорит на непонятном тебе языке и не понимает то, что ты ему говоришь. Нужно ему сказать типа, что вы мне пригласили, вы мне должны дать сказать то, что я хочу сказать. Вам сказать нечего. Я вижу, что вы ничего не знаете. Дайте мне сказать свою мысль. Человек не останавливается второй раз ему сказать. Я вас предупреждаю, я пришел высказать свою позицию. Вы меня сами позвали. Либо вы мне даете это сделать, либо вы будете сами здесь сейчас дальше передачу вести. Если ведущий третий раз продолжает делать то же самое, ну тут можно просто молча снимать микрофон и просто спокойно выходить из студии. Все. Чего на них эмоции тратить? Главное, это канал, у которого в Эбауте написано «Наша цель – донесение до широкой русскоязычной аудитории консервативных ценностей и патриотических смыслов». Может, конечно, Владимир Карпов патриот своего рода. Но что такое консервативные ценности, он не в зуб ногой вообще. Вот в семейной теме, по крайней мере, точно. Я посмотрел всю передачу, можно сказать, полтора раза. Она 40 минут длиной. Думаю, что Владимиру Карпову можно присвоить звание «Почетная блогерша на семейно-психологическую тему». Обычно они демонстрируют примерно вот такой уровень знаний тоже. То есть какая-нибудь там дважды разведенная, там с детьми от разных отцов, бывшая или нынешняя работница сексуальной сферы услуг, учит, как построить крепкий брак. Примерно такими же выражениями, как он. Пять понятий, которые как минимум должен различать и понимать любой человек, который вообще рот открывает на семейно-брачную тему. Если он с этим пятью понятиями не разобрался, ему просто лучше молчать на эти темы вообще. Совсем. И пентаграмма базовых понятий в этой сфере следующая. Семья, брак, церковный или религиозный брак, гражданский, он же государственный брак, свадьба. На весь интернет, наверное, полторы блогерши, которые разбираются в этих понятиях. Для всех остальных, как и для дальнейших гостей тоже в этой студии, у них брак равно раздел имущества, по сути, и алименты. Вот что для них брак. Никаких других понятий брака у них нет. Кто у нас дальше? Дальше пришел Никита Исаев. Наверное, предполагалось, что они должны были бы сидеть с Германом Стерлиговым и разговаривать на троих. Вряд ли, что-то бы получилось. Никита Исаев, между прочим, значится как директор Института актуальной экономики, что бы это ни значило, лидер общественно-политического движения «Новая Россия», кандидат юридических наук, действительный государственный советник третьего класса, автор концепции социально-экономического развития страны «Новый НЭП» – национальная экономическая политика. Ничего конкретного не сказал. У меня возникло впечатление, что мысль вообще была не его. Просто ему дали задание ее, так сказать, слить и вбросить в СМИ. А мысль вообще-то была совершенно нетривиальная. Всерьез подумать не о том, отменить ли систему брака вообще полностью. Брака в государственном смысле, в котором он сейчас имеется в Семейном кодексе. Я об этом совсем недавно фантазировал. В ролике «Почти без правил». Может быть, даже Никита или кто-то из его шефов посмотрели этот ролик и сделали на его основе свою идею. Герман Стерлигов, между прочим, еще более важную мысль сказал. Он заявил близко к тексту, что заключение государственного брака в государственных органах является антихристианским и антирелигиозным действием. Между прочим, я очень похожую мысль высказывал в одном из своих самых ранних роликов. И может быть, даже его нет на Ютубе. Если найду, он, по-моему, был на Minds.com. Почему-то я его туда положил. Найду, дам ссылку. Но центральная мысль, что действительно можно аргументировать, что государственный брак противоречит самой идее брака, как его понимает церковь, по крайней мере. Как эта идея будет биться с теми, кто не считает себя сторонником или членом церкви – другой вопрос. Но этим людям желательно бы понимать, что такое брак вообще. В более абстрактном смысле, как он был до того, как церковь в эту область пришла. Брак старше церкви. Можно было бы побеседовать с Германом Стерлиговым, но для этого нужно было хотя бы понимать, что он говорит и чем-то аргументировать свои мысли. Ох, интересно было бы на эту тему посадить рядом. Германа Стерлигова и Андрея Юрьевича Ткачева. Ох, полетели бы клочки по закоулочкам. Дальше у нас высказался Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии и миграции регионального развития. Одной воды налил, вообще ничего содержать бы не сказал. Просто занял эфирное время. Дальше. Максим Черков, доцент кафедры политической экономии МГУ. Тоже ничего связанного по теме. Что-то там про экономику, про мультипликативный эффект. Сидящие в студии, похоже, не знают, что такое мультипликативный эффект. Но при чем тут мультипликативный эффект при отмене брака? Не знаю. И последним была бриллиант просто Ирина Волынец. У нее длиннющий список, кем она там является, какие донусы занимает. Но она, среди прочего, председатель Центрального совета межрегионального общественного движения Национальный родительский комитет. Между прочим, пыталась стать кандидатом в президенты РФ. Вот что нас может ждать в случае чего. Там семейная политика будет такая, что мы Мизулину будем вспоминать как оттепель. Я не могу ничего утверждать про Ирину Волынец. Могу только высказать свое частное мнение. Потому что я, во-первых, внимательно слушал эту передачу. Во-вторых, слушал прочие ее выступления неоднократно. Я не знаю, владеет ли она историей брака и понятиями брака. Но у меня личное ощущение, что это один из людей, который направленно, усиленно и организованно занимается развалом семьи и демографии. Это не набор случайных действий. И это делается, я думаю, не по дурости. Это направленные действия. Один из людей, который на высоких должностях и занимая важные общественные позиции, занимается дальнейшим разрушением института семьи и демографии в целом. Я не знаю, может быть, она сделала много полезного с точки зрения борьбы за качество школьных завтраков. Может быть. Но то, что я слышал от нее по семейной политики, одна только инициатива по уголовному преследованию родителей за похищение типа детей. Только что эта тема касалась, вставляю ссылку в угол. Вот Ирина Волонец одна из тех, кто двигает эту тему. Мое мнение, это направленный вредитель. И когда ее дело будет сделано, она просто слиняет другую страну. Скорее всего, платформу они уже приготовили все. Она не захочет жить тут в той среде, которую она сама тут построила. Наши высокие чиновники и так только что сели в лужу с очередной пенсионной реформой по поводу поднятия пенсионного возраста. Говорили, сейчас мы вот эту непопулярную меру сделаем и все будет зашибись, все проблемы решим, дефицит закроем. И что выясняется спустя очень короткое время, что проблема не только не решилась, она усугубилась. И математически легко объяснить, почему она усугубилась. То есть сработало одно из приложений кривой Лафера. Условно говоря, подняли некий налог в надежде, что сейчас вот он был 3 процента, мы собирали икс. Мы сделаем 6 процентов, соберем 2 икс. Нет, вы не соберете 2 икс. Вы соберете меньше, чем раньше собирали. И человек, который этого не знает, он профнепригоден. А если он знает и все равно сделал, то он вредитель. Только два варианта. Глупость или предательство. Иногда бывает еще смесь обоих. Госпожа Волонет собирается обставить семью таким забором гарантий для женщин. Ну, конечно же, она говорит в первую очередь для детей, естественно. Но когда мы читаем гарантии для детей, понимать нужно гарантии женщинам. Сами знаете почему. И она знает тоже. Поэтому на ее шикарном видео «Кому на Руси жить хорошо, дети раздоров», вставляю ссылку в угол, там комментарии отключены. И совершенно правильно отключены, потому что я бы мимо этого видео без комментариев не прошел. Политик, который не способен дебатировать о собственных инициативах по реформам, он профнепригоден как политик. Это сама суть политического процесса. Так что закрытие комментариев к таким видео и, собственно, отсутствие дебатов каких-либо, вменяемых публичных дебатов по вопросам, означает, что не политический процесс является их целью. Сам Никита Исаев тоже, блин, равняет вот это вот недоразумение, которое у нас существует, которое называется браком, с тем, что было у древних римлян. Блин, ну кандидат юридических наук мог бы знать вопрос чуть глубже, чтобы не путать эти вещи. Ааа. В общем, госпожа Волонет заявляет, что если она обставит всю вот эту структуру разваливающуюся там, по которой трещины идут давно, обставит ее некими гарантиями, там, заклеит изолентой, щели, покрасит новой краской, поставит подпорки из бревен по сторонам, то все это как-то укрепится и будет стоять. Нет, госпожа Волонец. От всех этих действий структура развалится только еще быстрее и еще катастрофичнее. Сейчас, если бы нормальный политик действовал, то можно было рядом начать строить какой-то другой дом, куда нужно было потом переселять, условно говоря, людей. Типа реновации. Но вы делаете все, чтобы это рухнуло одномоментно и катастрофично. И вообще говоря, меня это чем-то даже радует. А дискуссию между тем запускать нужно. И эта инициатива гораздо более радикальная, чем, например, отмена алиментов полная. Вот эта инициатива так инициатива. Вывести из семейного кодекса понятие брака вообще. И тема назрела. Можно даже сказать, перезрела. Раз уже и политиков прорывает на эту тему. В качестве завершения цитата от Багса Банни. По-моему, он здесь замечательно передает суть современного брака. По крайней мере, в РФ. Всем пока. Удачи. С Днем Знаний. Спасибо, Хасан. Хасан. Хасан Лайк. Хасан Лайк. Хасан Лайк. Хасан Лайк. Часан Лайк. Хасан Лайк. Хасан. Дима. voоооооо. Овооо. и Продолжение следует...